Под круглосуточный домашний арест отправили еще одну сотрудницу экономического колледжа на Троицкой, где в декабре произошел масштабный пожар. Тогда погибли 16 человек. На прошлой неделе прокуратура сообщила об открытии уголовного производства по подозрению в нарушении пожарной безопасности заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа Ирины Тарановой. 50-летнюю женщину подозревают в том, что она забыла выключить электрообогреватель и закрыла кабинет. И грозит до 8 лет в тюрьме. Круглосуточный домашний арест будет действовать до 8 июня, на период досудебного расследования. Возможно, затем его продлят. В ходе досудорасследования установлено, что беспосредняя пожара началась на другом поверсице в кабинете номер 9. Это службовое помещение, службовый кабинет беспосредственно подозреванный. И саме установлено, что эта особа оставила электроприлад без нагляду, закрила примещение и оставила это примещение без догляду. Это прилад без органов. В результате чего выникла пожара. В этой же статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшую гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере, в прокуратуре подозревают и бывшего замдиректора по административно-хозяйственной работе. Его хотят объявить в розыск. Еще есть заступник, колишний заступник директора колледжа, ему тоже поведомлено про подозрение. Он уже в розыске, или нет? Не, не в розыске. Ведомо про его местопробование? Его местопробование не введомо. А вы будете на розыске? Вы решили вопрос. Если не будет установлено его местопробование, то будет решено вопрос о его голосовании. А правильно я понимаю, это человек, который закончил свою работу за три дня до поживания, так? Другого, 12, 12, 12? Да, за несколько дней. Также сейчас под круглосуточным домашним арестом находится отстраненный директор колледжа Любовь Кочергая под ночным домашним арестом завхоз Татьяна Фомич. Напомню, сильнейший пожар на Троицкой произошел 4 декабря. В результате трагедии погибли 16 человек и 31 пострадал. Предварительно причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правительство пообещало выделить почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара и компенсацию семям погибших.